Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, дамы и господа. Сегодня у нас образовалось немножко вопросов тут, вот, ну, самых-таки, вообще вопросов очень много, но я отбираю именно такие, знаете, очень-очень глупые, смешные и неадекватные вопросы. Ну, иногда нормальные бывают, вот, чтобы было интересно смотреть видео. И начнем с первого вопроса у нас сегодня. Так, пишет нам Марина. Пишет она нам по поводу Аксандролона, свойства и эффективности, туда-сюда. Так, содержание письма. Скажите, а если пить Аксану и практиковать прерванный половой акт, есть ли вероятность зачатий? Он ведь повышает тестостерон, а месячные могут пропасть, если от него противозачаточный эффект. Очень хотелось бы. Ну, во-первых, Аксандролон уровень тестостерона не повышает, несмотря на какие дозировки. Если очень высокие дозировки, цикл может сбиться, да, и он может как работать противозачаточный. Ну, что касается женского организма. По поводу мужского организма это, конечно, мало работает, но вообще, как говорят врачи-эндокринологи, гинекологи и все, кто в этой сфере работает, раз в год и палка стреляет. Поэтому не надо этого делать. И, дорогие дамы, мне ли вас учить, как надо заканчивать половой акт? Как бы руки есть. Вот. Дальше я говорить не буду, а то еще забанят нас YouTube. Мало ли, мы тут еще подумают, разратом занимаемся. Нет. Так что, я думаю, вы знаете, что делать. Так, следующий вопрос у нас. С какого возраста можно принимать спортивное питание? Пишет нам Амир. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Моя тетя врач-невропатолог. Я недавно был на семинаре Кевина Леврони, и там раздавали в пачках по 50 грамм протеины. И Гейнер. Она категорически запрещает мне пить всякое такое. Думая, что это все синтетика, химия, что оно проходит через синтетическую чистку. Мне 15 лет, рост 182, вес 76 килограмм, мышцы есть, но хотелось бы еще больше. Стоит ли мне пить их? У многих тренеров спрашивал Сенан Смехалис. И это неудивительно. Вообще, когда врач говорит подобные вещи, то нужно задуматься о компетентности такого врача. Я, конечно же, Амир, ни в коем случае не пытаюсь себя обидеть. И, видимо, на твою маму повлияли какие-то другие люди или какие-то силы таинственные. Но протеин это, ну, как бы все химия. Но это же не нефть, не пластик, правильно? И если мы посмотрим на то, как добывают сывороточный протеин, то вообще сыворотка это вторичный продукт переработки молочных продукций. Ну, молочный продукт, он как бы... Вообще, сыворотка раньше была совсем таким отходом. Его при Советском Союзе в поле тупо выкидывали. Потом кто-то один ушлый догадался. Это сначала из-за границы пришло, потом к нам прикатило, что сыворотке же протеин есть, ее же можно жидкость эту высушить. Что мы получаем? Сухой остаток. Это и есть концентрат сывороточного протеина. Так что это никакая не химия. И не считайте всякой гадости, не позволите себя ввести в заблуждение. И сами разберитесь в этом деле. Возьмите, посчитайте, как, что и откуда добывают. Из какого сырья. Так что вот такие вот делишки. Следующий у нас. Следующий Владимир нам пишет. Так, здравствуйте. Мне 30 лет. Эктомор вес 93 сейчас. Курс состоялся из трех недель. А на полон по 50. И 5 недель метана по 300. Последние две недели 10-20 метана в качестве антикатаболического эффекта на ПКТ. И восстановление теста лучше. Восстановление теста лучше. Ничего не вижу. Как аморил. Аморил, если кто не в курсе, это средство для диабетиков. Он этот самый глюкозу расщепляет. Ну, как и этот инсулин. Это инсулиноподобные, значит, лекарства. В общем, я точно не помню. Можете меня и не ругать. Потому что я уже давно вообще читал аннотацию к этому препарату. Но, короче, это для инсулинчиков. Чтобы вот, по-моему, для инсулинчиков второго типа. Чтобы не делать инъекции, можно выпить одну таблеточку. И, собственно, все замечательно будет. Вот. Опасно, как я понял. Или андреол. Андреол, это у нас дикануат, кажется, да? На ПКТ я вообще не вижу смысла использовать аморил. Потому что он вам никак не поможет. Абсолютно бесполезная затея. На курсе еще, да, в принципе, возможно. Но андреол на ПКТ не принимают. Это АС. И если делать ПКТ, то вообще ничего не принимать. Кроме кламида и тамаксифер. Сильно склоняюсь ко второму варианту в низких дозах. Отсюда вопрос, можно ли принимать андреол с кламидом. А как вы можете прокомментировать аморил и андреол в качестве минимизирующих откат срез? С уважением, вообще-то. Ну, во-первых, минимизировать откат невозможно. Потому что организм попросту, ну, когда пересъешь ему давать вкусняшки извне, вот. То он начинает пожирать мышечную ткань. Потому что ее пожирать проще всего. Для того, чтобы пожирать жир, нужны еще дополнительные компоненты. Это там целый процесс, блин, мудохаться с ним и так далее. А мышечная ткань туда ферменты загнал, расщепил на аминокислоты и впитал. Все. Там все очень просто. Поэтому он, в первую очередь, пожирает то, в чем нет необходимости. То есть нет высокого гормонального фона. Соответственно, метаболические процессы падают. И возрастают катаболические процессы, когда организм начинает избавляться, скажем так. Не то, чтобы от лишнего, а от того, что он не может содержать. Вот такие уделички. Так что на ПКТ только кламид и тамаксифен. Можно еще какие-то добавочки попринимать. А вот аморил и андреол на ПКТ принимать нельзя. Так, следующий у нас. Следующий у нас Александр. Здравствуйте. Пишет вам Александр. Я у вас план заказывал на вас. Скажите, пожалуйста, можно ли принимать протеин при гастрите? И как будет его воспринимать в желудях? Ну, во-первых, можно принимать. И ничего там такого плохого нет. Обычная добавка. Единственное, что при гастрите будьте аккуратны с пищевыми наполнителями. Это красители, вкусовые там эти самые всякие. То есть они могут вызывать изжогу. Поэтому всегда под рукой нужно иметь какие-нибудь ингибиторы липаза, по-моему. Короче, они желудочный сок ингибируют. В аптеке можете спросить. Я уже забыл, как там препарат называется. Ладно, потом вспомню. Может быть, напишу в комментариях. В общем, есть такие препараты. И, кстати, они очень эффективные. И те, у кого гастрит, те, у кого есть изжога, обязательно их принимайте. Потому что у меня тоже изжога была. Я в 2016 принимал этот препарат. И у меня до сих пор никаких проблем не было. Он, значит, все мне подправил. И все замечательно. Никакой изжоги вообще нет. И никаких там печаевских всяких, блин, нож, по которым постоянно жрать надо. Тут один раз препарат пропил, блин. И я не знаю, может быть, в будущем, если я буду плохо питаться, снова будет изжога, опять гастрит. Я снова попринимаю этот препарат. И буду несколько или более лет ходить вообще не мучиться. И не думать даже о том, что может быть какой-то там изжога. Потому что надо вспомнить, как он называется. И тогда я вам там в описании постараюсь написать. Если не забуду, конечно. А если забыл, то обязательно напомните, я найду. У меня даже видео, по-моему, на эту тему есть. И там я говорил про этот препарат. Можете даже посмотреть, поискать. У меня видео там не так много, поэтому... Вот такое у нас сегодня видео было. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, комментируем видео. Подписываемся на канал, конечно же. Всем спасибо. Пока.